Систему здравоохранения Ярославской области ожидает мощное обновление 5,6 миллиарда рублей. Именно в такую сумму обойдется программа трансформации. Большую часть, свыше 5 миллиардов, наш регион получит из федерального бюджета. Оставшаяся часть на условиях софинансирования из региональной казни. Отмечу, что программа глобальной модернизации касается лишь первичного звена медпомощи и направлена в большей степени на доступность медицины в деревнях и селах. Алена Стицюк подробно разобралась, на что же направят крупную сумму. Самая вдушительная сумма 3 миллиарда пойдет на закупку нового медицинского оборудования. 2,1 миллиарда потратят на строительство и капитальный ремонт помещений для оказания медпомощи. А на 500 миллионов приобретут специальные автомобили. Как видно, из заложенных сумм особое внимание уделят медицинскому оборудованию. В планах региональных властей закупить более 7 тысяч единиц различных приборов и аппаратов, в том числе для КТ, МРТ, УЗИ, рентгенов. Постараемся сакцентировать внимание на, в первую очередь, конечно, на то, что нам необходимо сейчас оборудовать. Потому что на сегодня мы получаем жалобу от населения. Мы начнем работать и по тем участкам, где, допустим, плохое состояние медицинский пункт или вообще нет. Постараемся там поставить медицинский пункт. Следующий по затратам пункт – строительство и капремонт медучреждений. Обновлено будет около 280 зданий, а возведено 64. В основном это фельдшерско-акушерские пункты 52, а также 9 амбулаторий, офис врача общей практики и поликлиника. Потому что именно там происходит первый контакт пациента с медицинским работником. Естественно, от того, как он произойдет качественно и доступно для пациента, будет складываться дальнейшая жизнь и здоровье этого человека, который обратился за этой медицинской помощью. Для отдаленных районов также программой предусмотрено транспортное медицинское сообщение. В области закупят 175 единиц транспортной техники и 14 авто скорой помощи. Мы оснастим этим автотранспортом не только медицинских работников, для того, чтобы они могли обслуживать население, выезжая к нему, но и предполагаем само население забирать из малочистых населенных пунктов и подвозить его в медицинские организации для проведения мероприятий, либо профилактических, либо диспансеризаций. Программа обновления рассчитана на 5 лет. Стартует она в 2021-м. Ежегодно Ярославская область будет получать по миллиарду из государственной казны и поэтапно развивать первичное звено медицинской помощи населению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова